Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для Всех. Продолжаем рассматривать партии норвежца Магнуса Карлсона, которые он играет на супертурнире Парапиду и Блицу в Варшаве. И в этом видео мы с вами рассмотрим партию восьмого тура, в которой Магнус Карлсон играл белыми, а его соперником был уже теперь американский гроссмейстер Ливон Аронян. Эта партия оказалась чрезвычайно короткой, что довольно нетипично для поединков таких великанов современных шахмат. Итак, Е4 сыграл Магнус Карлсон и после хода Е5 удивил своего соперника продвижением пешки на Д4. После взятия Карлсон сыграл С3. Очевидно, норвежец вознамерился сыграть Гамбит. Но какой именно? Возможно, после ДЦ он сразу забрал бы пешку конем, а может быть сыграл бы С4, переходя на рельсы знаменитого северного или же датского Гамбита. Но об этом мы не узнаем, потому что Аронян пешку на С3 не побил, а сыграл Д5. Это довольно известный и весьма надежный метод борьбы против гамбитных поползновений белых. ЕД сыграл Карлсон, конь Ф6, конь Ф3, конь Д5, ферзь Д4, конь С6. Связывает коня норвежский шахматист и тут Ливон Аронян сделал неточный ход. Ему нужно было поставить слона на Е7, как можно быстрее стремясь к короткой рокировке. Если белые заберут пешку на Ж7, то последует слон Ф6 и далее уже ферзь Е7 шаг. У белых серьезное отставание в развитии и, как мы видим, гамбитная стратегия уже черным приносит немалые дивиденды. Поэтому тут белым лучше не брать на Ж7, а сделать рокировку, что позволяет и черным спокойно сыграть 2-0, создать угрозу взятия на Д4 и полностью уравнять позицию. Но Ливон Аронян поспешил. Он сразу сыграл ферзь Е7 и после хода конь Е5 получил еще большие проблемы с конем С6. Слон Д7 играет Аронян, взятие и после слон С6 2-0. Ферзь Е6 играют черные. Приходится делать этот ход, чтобы развить чернопольного слона. Но белые продолжают развивать свою инициативу. Меняются на С6, дают шаг и после вынужденного слона Е7 ферзь бьет Ж7 играет Магнус Карлсон. Однако тут компенсации за отданную пешку у черных попросту нет. После 3-х нулей шаг дал Магнус Карлсон, король Б8 и если бы норвежец играл конь Д2, то постепенно догнал бы соперника в развитии и получил серьезное преимущество. Но Карлсон также ошибается. Играет ферзь Ф3 и тут Ароняну нужно было сыграть ладья Д6, чтобы выйти на Ф6 и все-таки развить инициативу, направленную против королевского фланга соперника. Но Аронян вновь играет не точно. Ставит слона на С5, белые наконец выводят коня на Д2 и тут лучшим продолжением было ладья ХЕ8. Все-таки постараться не дать белым удачно закончить развитие, но вместо этого Аронян почему-то предложил размен ферзей. Конечно, если у вас есть шансы получить серьезный перевес в развитии, не дать сопернику доразвить фигуры, то зачем же менять ферзей? После размена на Ф6 белые с темпом поставили коня на Б3, вывели чернопольного слона и тут уже никакой компенсации за пешку черные не получили. Ладья ХЕ8, взяли, забрали, конь Д4. В итоге в эншпиле у белых и лишняя пешка, и значительно лучше пешечная структура. Объективно эту позицию нужно признать проигранной для черных. Аронян, конечно, не мог этого не понимать, но, естественно, сдаваться не стал и продолжил сопротивление. Пошел конь Е4, Ж3, форточка, после конь Д6, король Ж2, С5, конь Ф3, король С7, взятие на Е8 и ладья Е1. Переход в коневое окончание лишь ухудшал и без того плохую позицию черных, поэтому Аронян отвел ладью, нападая на пешку. Белые сыграли А3. Если тут пойти король Д7, прикрывая поле Е7, то последует шаг и отход на Ж4. Здесь белые фигуры значительно активнее фигур соперника. У белых неплохой шанс увеличить свое материальное преимущество, полакомившись пешкой Аш. Поэтому Аш6 сыграл Аронян, прикрывая поле Ж5, но позволяя белой ладье вторгнуться на Е7. Король Д8, сразу отходим на Е2. Б5 играют черные, конь Е5 и тут деморализованный Аронян допускает уже решающую ошибку. Он возвращает короля на С7 и после конь бьет Ф7, сдается. Действительно, без двух пешек сопротивление уже безнадежно. После взятия будет шаг, далее ладья бьет Ф7 и это уже технически выигранное ладейное окончание. Вот так очень быстро закончилась партия Карлсона и Ароняна. Конечно, большую роль сыграл неожиданный дебютный вариант, который Магнус Карлсон очень умело применил против этого конкретного соперника. В общем, у Карлсона в очередной раз все срослось и после 8 туров он уже вплотную подобрался к лидеру турнира поляку Янук Шиштофу Дуди, с которым он будет играть в следующем 9 туре. Эту партию мы с вами рассмотрим в следующем видео. А пока, если данный видеоролик вам понравился, не забывайте ставить лайки, пишите свои комментарии и подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.